Всем привет! Наконец-таки произошло то, чего мы ждали больше двух лет. Таиланд практически полностью снял все ковидные ограничения на въезд. И это, надеюсь, последняя моя инструкция из серии «Как приехать в Таиланд». Что же произошло? 22 апреля правительство Таиланда приняло кардинальные изменения в схемах въезда в Таиланд. С 1 мая больше нет схем TES&GO, Sunbox и альтернативный карантин. И нет никаких тестов по прилете. Теперь есть только две схемы – с карантином и без. Причем без карантина могут приехать даже невакцинированные туристы. Правда, Тайпас разрешение на въезд все еще нужно получать, хоть и облегченную его версию. Сроки получения Тайпас сократили до 48 часов против 7 рабочих дней и ранее. Полностью систему Тайпас планируют отменить уже с 1 июня. И контроль за въездом будет, как и прежде, у офицеров иммиграционной службы. Утвердить это должны в середине мая. Напоминаю, что обо всех важных событиях в Таиланде я, как и всегда, сообщаю в своих соцсетях. Подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Правила въезда сейчас максимально просты, но все равно возникают вопросы. Есть другие вопросы по приезду и пребыванию в Таиланде, на которые я решил ответить в этом видео. Сегодняшнее видео о правилах въезда я буду показывать сразу, заполняя заявление на Тайпас. Останавливаясь на каждом пункте, где могут возникнуть вопросы. Для вашего удобства в описании к видео есть тайм-код, и вы можете переходить или возвращаться к интересующему вас вопросу. Если это видео было полезно и у вас есть желание отблагодарить меня материально, ссылка есть в описании. Чтобы приехать в Таиланд, вам нужно получить Тайпас, разрешение на въезд. Почему-то у большинства появляется боязнь перед ним и боязнь не получить Тайпас. Тайпас это не виза, когда вам могут отказать просто без объяснения причин и больше не принимать заявлений. Не получить Тайпас вы можете только в одном случае, вы что-то не предоставили. Вы можете подавать на Тайпас неограниченное количество раз. Срок получения Тайпас не более 48 часов с момента подачи заявления. Подать заявление на Тайпас вы можете не раньше, чем за 60 дней до поездки. Но учитывая, что с 1 июня систему Тайпас вообще хотят упразднить, это правило уже не сильно актуально. Получить Тайпас нужно на каждого участника отдельно. Кроме детей, дети до 18 лет прикрепляются к одному из родителей. Перед тем, как загрузить все документы, их нужно подготовить. Сделайте это заранее и сложите в отдельные папки для каждого участника путешествия. Все документы должны быть в хорошем качестве, без бликов и лишних деталей. И главное, все документы должны быть только на английском языке и в формате JPEG или PNG. Как подготовить документы в нужном формате, если они в PDF? Если у вас установлен Adobe Acrobat, вы можете сделать это с помощью него, просто пересохранив документ в нужном формате. Либо воспользоваться онлайн-конвектором. Ссылка на него будет в описании к видео. Еще вариант сделать скриншот экрана. Но только сохраняйте оригинал, не нужно пересылать его через мессенджеры. Таким образом вы сильно ухудшаете качество картинки. Если качество будет плохое, вам откажут в Тайпас и придется подавать заявление заново. Когда вы подготовили все документы, заходим на сайт и начинаем заполнять анкету. Открывая сайт, мы видим две кнопки. Путешествие по воздуху и по земле. Так как большая часть прилетает в Тайланд на самолете, мы выбираем Air Travel. Здесь появляется окно с последними новостями и изменениями в правилах въезда. Нажимаем на кнопку Non-Tie. Выбираем English. Теперь есть две схемы въезда. Без карантина и с карантином. Сразу скажу, что схема с карантином вообще непонятна для кого сделана и смысла про нее рассказывать я не вижу. Поэтому переходим, можно сказать, к единственной схеме въезда без карантина. Эта схема въезда подходит как для вакцинированных, так и невакцинированных туристов. Различие только в том, что вакцинированные туристы прикладывают свои сертификаты вакцинации, а не вакцинированные. Результат ПЦР-теста. В остальном все одинаково. Выбираем без карантина и нажимаем на кнопку Select. В следующем окне еще раз прописаны правила въезда. Нажимаем на кнопочку, что вы предоставляете полную и верную информацию для получения Тайпас. И понимаете, что предоставление неверной и ложной информации приведет к оказу получения Тайпас. Мы попадаем в окно цель прибытия. Выбираем travel, либо что-то другое, если у вас не туристическая поездка в Таиланд. Указываем страну вылета. Здесь у многих возникает вопрос, какую страну указывать, если бы полет был с пересадками. Если вы покупали комплексный билет, предположим, Москва, Дубай, Бангкок самой, указывайте Россию. Если вы покупали раздельные билеты Москва, Дубай, потом Дубай, Бангкок, но в Дубае вы не покидаете аэропорт, то вы все равно указываете Россию. Если же вы купили, предположим, билет Москва, Стамбул, провели в Стамбуле сутки или более и потом летите в Таиланд, то указывайте страну вылета Турцию. Следующая строка – первый город прибытия в Таиланде. Сейчас можно прилететь в следующий международный аэропорт Таиланда. Бурирам, Чингмай, Дон Муанг и Сурнапхум в Бангкоке, Хатьяй, Краби, Пукет, Самой, Утапау. Если вы летите рейсом Москва-Дубай-Бангкок-Самой, то указывайте Бангкок. Номер вашего рейса в Таиланд. То есть, если у вас билеты Москва-Дубай-Бангкок-Самой и вы указали в предыдущей строке перелет в Бангкок, здесь вы указываете номер рейса Дубай-Бангкок. Учитывая, что теперь не нужны ПЦР-тесты и бронь в отелях ССЧ и Плюс Экстра, вам больше не нужны специальные рейсы, которые были из Бангкока до Самой и Пукета. Теперь, как и раньше, вы сразу можете покупать билеты на любой внутренний рейс в любую точку Таиланда. Дата прилета в Таиланд. Дата вылета из Таиланда. По этому пункту есть один нюанс. Обратные билеты, да и вообще билеты для системы Тайпас не нужны. А вот страховой полюс нужен, причем на весь срок пребывания в Таиланде указаны именно в этом пункте. Лично я всегда рекомендую покупать страховку на весь срок пребывания, так как медицина в Таиланде хорошая, но дорогая. Но если вам по каким-то причинам хочется сэкономить на страховке, то указывайте здесь минимальный срок поездки. Как сказал ранее, для получения Тайпас не требуется загружать купленный билет, а тем более предъявлять обратный. Но обратный билет может потребоваться для получения визы, если она вам нужна, а еще его могут спросить по прилете офицер иммиграционной службы. Особенно Ри Яна проверяет документы в Бангкоке. Также некоторые авиакомпании спрашивают обратный билет при регистрации на рейс, например, компания Эми Рейс. Что делать, чтобы избежать этого правила? Купить билет с возможностью отмены. Не обязательно покупать билет обратно домой. Можно купить в любую третью страну из Таиланда, например, в Сингапур или в Малайзию. Цены на такие билеты небольшие, даже с возможностью отмены, и сдать его, когда получите Тайпас или визу, или по прилете в Таиланд. Если вам билет нужен для визы, обратитесь в визовое агентство. Чаще всего они сами решают этот вопрос. Если кому-то надо, напишите. Могу поделиться контактом проверенного визового агента, через которого у меня уже прилетело немало туристов. Мои контакты указаны в описании к видео. Нажимаем на кнопку «Регистр» и соглашаемся с предоставлением и обработкой персональной информации. В персональной информации выбираем тип обращения в зависимости от пола, возраста и семейного положения. Указываем имя и фамилию. Middle name не нужно указывать, так как в наших странах его нет. Указываем национальность, дату рождения. Ваш e-mail и подтверждаем его в строке подтверждения. Ваша профессия. Паспортные данные. Выбираем ordinary passport. Это и есть обычный загранпаспорт. Официальный загранпаспорт. Это служебный загранпаспорт. Указываем номер и загружаем его фотографию. Обратите внимание, что загружать нужно не весь разворот, а только основную страницу и файл должен весить не более 5 мегабайт. Если вы летите с детьми до 18 лет, то именно на этом моменте вы прикрепляете их к себе. Если у вас нет детей или вы уже добавили их к другому родителю, нажимаете кнопку «Next». В описании к видео есть тайм-код, нажав на который вы можете перейти к следующему разделу. Для добавления ребенка нажимаете кнопку «Add more». Выбираем тип обращений, в зависимости от пола ребенка. Указываем фамилию и имя. Middle name не указываем, так как в наших странах его нет. Указываем национальность и дату рождения. Указываем его паспортные данные. Выбираем ordinary passport, его номер и загружаем фото паспорта. Только первую страницу, не разворот. Далее идут данные о вакцинации ребенка. Тут есть особенности в зависимости от того, вакцинированы родители или нет. По правилам въезда дети до 18 лет, которые летят с вакцинированными родителями или опекунами, могут быть не вакцинированы. Но если родители или опекуны не вакцинированы, чтобы прилететь без карантина, им нужно сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета и загрузить его в систему Тайпас. В этом случае дети до 18 лет тоже следуют этому правилу. То есть им тоже нужно будет сдать ПЦР-тест и прикрепить его результат. Как это сделать, я покажу дальше. Соглашаемся, что полис куплен с покрытием не менее чем на 10 тысяч долларов и действует на все пребывание в Таиланде. Указывайте дату начала действия полиса, именно его начало, а не покупки. Загружаем сам полис в формате JPEG или PNG. Изображение должно быть в хорошем качестве и не превышать 5 мегабайт. Подробнее о медстраховках я расскажу далее. После нажимаем кнопку Next. Если у вас несколько детей, то возвращаемся выше и нажимаем вновь на кнопку Add More. И заполняем информацию на второго ребенка. Раздел вакцинации. Если вы вакцинированы одной из 15 вакцин, вы можете прилететь в Таиланд, приложив свой сертификат о вакцинации. Из российских вакцин в списке только спутник V. Если вы не вакцинированы или у вас стоит только спутник Light, то вам нужно будет в этом пункте выбрать ПЦР-тест и приложить его результат не ранее, чем за 72 часа до вылета. Если вы переболели ковидом в течение последних трех месяцев перед поездкой, у вас есть сертификат переболевшего. Нажимаем на галочку, указываем даты болезни, указанные в сертификате и загружаем сам сертификат. Согласно заявлению Генконсульства России на Пукете, граждане, переболевшие коронавирусом и привитые как минимум одной дозой препарата от коронавируса, считаются полностью вакцинированы при наличии медицинского сертификата о перенесенном заболевании. То есть, если вы переболели и не ставили никакой вакцины, вы считаетесь невакцинированным и вам нужно приложить результат ПЦР-теста. Если вы поставили себе одну дозу вакцины, а потом заболели в течение последних трех месяцев перед поездкой и у вас есть сертификат переболевшего, вы являетесь полностью вакцинированным и ПЦР-тест вам не нужен. Если вы заболели и потом поставили себе одну дозу одобренной вакцины не менее чем за 14 дней до вылета, ПЦР вам тоже не нужен. Обратите внимание, что спутник Лайт не одобрен. Если вы поставили себе две дозы вакцины не из этого списка, а потом поставили бустер одобренной вакцины, вам нужен ПЦР. Если вы вакцинированы, выбираете нужную вакцину или производителя и указываете дату поставки первой дозы. Загружаем сертификат. Если у вашего сертификата или паспорта вакцинации есть QR-код, то лучше его тоже загрузить. Это ускорит получение Тайпас. Фото и скриншот QR-кода сделайте максимально в хорошем качестве и крупным планом, без лишних деталей. Окно со второй дозы заполняем по аналогии с первой. Если сертификат или QR-код на обе дозы один, то в оба окна загружайте один и тот же сертификат и QR-код. Самый частый вопрос. Я поставил спутник ВИ более года назад и недавно прошел ревакцинацию спутник Лайт. Что указывать? У Таиланда нет срока действия с сертификата, поэтому просто указывайте спутник ВИ. И не важно, что ваш сертификат в России уже недействителен. Для Таиланда он все так же имеет силу. Обратите внимание, что вторая доза вакцины должна быть поставлена не менее чем за 14 дней до прилета. То есть если вы поставили вторую дозу вакцины 1 мая, прилететь вы можете не раньше 15 мая. Для подачи же на Тайпас не нужно выжидать 14 дней. То есть если у вас на руках сертификата вакцинации, в котором указано, что вторая доза вакцины поставлена 1 мая, подать вы можете сразу же, не дожидаясь 15 мая. Если у вас есть бустерная доза одобренной вакцины, вы можете добавить ее, нажав на кнопку добавить вакцинацию. Но учитывая, что у Таиланда нет сроков действия сертификата вакцинации, я особо не вижу в этом смысла. Спутник Лайт нет в этом списке, поэтому добавлять спутник Лайт не нужно. Если вы не вакцинированы или у вас поставлена вакцина не из списка, выбирайте списки ПЦР-тест и указывайте дату его сдачи. И прикладывайте его результат в формате JPEG или PNG. Если есть QR-код, советую его тоже приложить. От какого момента считать 72 часа, если у вас полет с пересадкой? По этой теме пока нет точных разъяснений, но следуя логике предыдущих тайских правил, считается от момента вылета из страны нахождения. То есть, если у вас куплены комплексные билеты Москва, Дубай, Бангкок, то 72 часа отсчитываются от момента вылета из Москвы. Если же вы купили билеты раздельные и планируете выйти из аэропорта Дубая, то считаться будет от момента вылета из Дубая. Если в этом правиле появятся изменения, я обязательно напишу о них у себя в социальных сетях. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. Ставите галочку, что вы согласны на предоставление персональных данных, и они будут храниться в год, и нажимаете кнопку Next. Информация о проживании. Не знаю для чего, но тайцы оставили этот пункт в Тайпас, хотя никаких обязательств это не несет. Вам не нужно бронировать какие-то специальные отели или показывать бронь на весь период вашего пребывания в Таиланде. Поэтому в этом пункте можете указать любой адрес в Таиланде. Информацию можно взять на Booking или с онлайн-карт. Указывайте ваш домашний адрес. Ваш номер телефона в международном формате. Еще нужно будет указать контакт для экстренной связи. Указывайте фамилию и имя на английском языке и контактный номер телефона в международном формате. Нажимаем кнопку Next. Медицинская страховка. У вас должна быть медицинская страховка с минимальным покрытием в 10 тысяч долларов на каждого путешественника на весь срок поездки, который вы укажете при заполнении Тайпас. Таиланд не требует, чтобы в полисе было прописано, что он покрывает COVID-19. Главное просто наличие медицинской страховки на нужную сумму покрытия и на английском языке. Сколько стоит страховка и где ее купить? Заходите на сайт Черехапа, ссылка в описании и выбирайте нужную. Стоимость начинается от 1300 рублей за две недели. Но прежде чем покупать страховку, поинтересуйтесь у вашего банка. Вполне возможно, по вашему тарифу обслуживания она входит в комплект. Например, у Сбербанка, пример, и Тинькофф премиум нужная страховка есть. Если вы покупаете единый медицинский полис на всю семью или ваш банк предоставляет такой полис, проверьте, чтобы сумма покрытия на каждого члена семьи составляла 10 тысяч долларов и все члены семьи были прописаны в полисе. В связи с последними событиями некоторые тайские госпитали стали отказываться принимать гарантийные письма от украинских и российских страховых компаний, так как боятся, что из-за банковского коллапса они не смогут получить денежные выплаты. Это не означает, что ваш медицинский полис перестал действовать. Просто вам придется оплатить все самим, взять все чеки и по возвращению домой или онлайн предоставить их страховой компании, которая вернет вам деньги за лечение. Не самый удобный способ, учитывая, что медицина в Таиланде хоть и хорошая, но очень дорогая, и в случае чего-то серьезного чек из госпиталя может быть на несколько десятков тысяч долларов. Что делать, если вы хотите, чтобы страховая компания сразу покрывала лечение? Покупать такие страховые полисы, у которых не российский или украинский медицинский ассистанс. Ассистанс – это сервисная компания, которая и занимается решением страхового случая. То есть, если у вас медицинский полис от Сбербанка или Тинькофф, то не Сбербанк и Тинькофф занимаются вашим страховым случаем, а компания Европа Ассистанс, основанная в Париже. Еще как вариант купить тайскую страховку, которая подходит для Тайпас. Купить вы ее можете прямо на сайте Тайпас. На самом сайте Тайпас представлены три страховые компании – FWD, AXA и MSIG. FWD – самый дешевый, стоит 600 бат с человека за месяц. Меньше выбрать нельзя и покрывает только ковид. MSIG покрывает все медицинские обращения, но меньше, чем на 15 дней выбрать нельзя и стоит уже 1700 бат. AXA покрывает все. Можно выбрать полис от 7 дней, но не дает купить полис онлайн для граждан Украины и России. В офисе мне так и не объяснили причину, почему две страны не имеют такой возможности. Заявку нужно подавать только через e-mail и через группу Facebook. Главный офис в Бангкоке рассматривает их и вручную выписывает полиса. Поэтому, если у вас немного времени до выезда, лучше взять что-то другое. Указываем номер вашего полиса. Соглашаемся, что полис куплен с покрытием не менее, чем на 10 тысяч долларов и действует на все пребывание в Таиланде, которое вы указали в самом начале. Указывайте дату начала действия полиса. Именно начало его действия, а не покупки. Загружаем сам полис в формате JPEG или PNG. Изображение должно быть в хорошем качестве и не превышать 5 мегабайт. Нажимаете галочку, что соглашаетесь, что будете нести всю материальную ответственность за случай, который не покрывает ваш полис. Если в течение последних 14 дней перед поездкой в Таиланд вы были в каких-то странах, указывайте их. Если вы летите транзитом в Таиланд, не нужно ничего указывать. Дополнительные документы. Здесь можно приложить до трех документов в формате JPEG и PDF. Если у вас были какие-то документы в формате PDF, страховка, сертификат, результат ПЦР-теста, и вы их конвертировали в JPEG, я рекомендую приложить оригинал в PDF. Нажимаем Next. Здесь вся сводная информация по всей вашей заявке на Тайпас для проверки. Если что-то нужно изменить или исправить, нажимаем кнопку Back и возвращаемся в нужный раздел. Если все окей, нажимаем кнопку Submit. В появившемся окне будет номер вашей заявки. Он же придет и на указанный вами e-mail. Чтобы проверить статус заявки или внести изменения в уже поданную заявку, заходим снова на сайт Тайпас, выбираем ту схему въезда, которую вы указали, в нашем случае самолеты, и нажимаем на кнопку English в раздел Checker Request. Вводим код заявки, номер паспорта и указанную e-mail. Здесь указан статус вашей заявки, e-mail для связи с техподдержкой и кнопкой изменений. Учтите, если вы будете вносить изменения, то процесс рассмотрения начнется заново. Изменения можно внести только в раздел вашего пребывания в Таиланде и прикрепить дополнительные документы. Если ошибка была допущена в других разделах, нужно будет подавать заявку заново. Ограничений на подачу нет. Как видите, ничего страшного и сложного заполнения на документы на Тайпас нет. Если вы все правильно заполнили, то заветный QR-код может прийти в течение даже нескольких минут. Очень надеюсь, что вся эта история с Тайпас закончится с 1 июня и вся эта история с ковидными ограничениями уйдет в прошлое. Но даже с правилами от 1 апреля поток желающих попасть в Таиланд вырос по сравнению с прошлыми месяцами. А как только появилась информация об отмене карантинов и ПЦР-тестов, заявок на бронеотели и вилл у нас сильно возросло. Есть, правда, и ложка дегтя в этой прекрасной новости. Цены на отели и виллы полностью вернулись на доковидный уровень. И снять виллу на первой линии с шеф-поваром за 3000 долларов, как это было год назад, уже нельзя. Затрону еще пару вопросов, которые могут возникнуть при планировании поездки в Таиланд в данный момент, но не сильно связанные с ковидом. Очень актуальный вопрос для граждан России, как бронировать отели и виллы, если карты российских банков не принимаются к оплате и невозможно произвести бронь через сайты бронирования. Напомню, что бронировать отели я могу по всему Таиланду, а цены мои ниже, чем на booking сайта. А принимать оплату я могу в рублях и в любой валюте и даже в криптовалюте. Поэтому обращайтесь. С чем приезжать в Таиланд, раз карты российских банков не работают за рубежом? Если вы прилетаете в Бангкок и планируете провести там какое-то время, то в столице есть обменник Super Rich с курсом обмена рублей на баты. Причем курс лучший по Таиланду. Если вы летите в другие регионы Таиланда, брать рубли я бы не рекомендовал. На самой и до всей этой истории курс обмена рублей на баты был не очень выгодный. А сейчас рубли вообще не меняют. Привозить наличные доллары, евро, юани. Оформить в России карты UnionPay только именно физическую, а не виртуальную. Система UnionPay хорошо развита в Таиланде и очень много мест, где их принимают. Также вы можете снимать наличные баты с карты через банкомат из Siam Commercial Bank, сиреневый банк. Имейте правду в виду, что снимать в Таиланде вы можете только тайские баты. И неважно в какой валюте у вас счет. Снять наличные доллары с карты нельзя. Для тех, кто бронирует через меня, виллы и отели, есть опция получения наличных батов по прилете. Если вы сделали перевод на большую сумму, чем нужно. Менялы в телеграм-каналах могут менять хоть наличные, хоть цифровые рубли на наличные баты и доллары. Но тут нужно быть осторожным. Мошенников хватает. Можно ли в Таиланде оформить карту тайского банка? В моем телеграм-канале есть инструкция, как это сделать в отделении Бангкок-банка. Виза. Визовый вопрос остался без изменений. Если вы гражданин России или Украины, вы можете не делать визу, если срок поездки не больше 37 или 60 дней соответственно. То есть по прилете вам ставят штамп на 30 дней. Это не виза. И по окончании этих 30 дней вы можете получить продление на 7 дней для россиян и 30 для граждан Украины в любом отделении иммиграционной полиции за 1900 бат. Детям до 14 лет этого делать не обязательно. Но имейте в виду, что при выезде им в паспорт поставят красный штамп. Вас не оштрафуют. И это никак не повлияет на дальнейшие визиты в Таиланд. Но, как мне сказали, этот штамп может быть причиной отказа в визе в Америку и какие-то европейские страны. Поэтому либо делайте ребенку продлений, либо для Таиланда имейте второй паспорт. Если срок вашей поездки больше, нужно будет делать туристическую визу на 3 месяца. Условие и пакет документов практически не изменился в сравнении с доковидными временами. Добавилось только полностью оплаченное бронежилья на весь срок пребывания, причем просят показать квитанцию о переводе денег за жилье. Обратите на этот пункт внимание, так как без нужных документов вас развернут. О таких случаях мне пишут почти каждую неделю. Данный вопрос решается очень легко, если вы бронируете виллу-дом через агента. Например, через меня. В конце сентября прошлого года Таиланд одобрил продление выдачи специальных турвиз STV. Она выдается на 90 дней, и потом внутри страны можно продлить еще 2 раза по 90 дней. То есть общий срок нахождения в Таиланде 9 месяцев. Стоимость такой визы 80 долларов. Каждое продление внутри страны по 2000 баз человека. Учтите, что посольство Таиланда не принимает заявки на эту визу от частных лиц. То есть ее можно сделать только через визовое агентство. Если кому-то надо, напишите мне, и я поделюсь контактом проверенных агентов, через которые у меня уже прилетело немало туристов. Как остаться в Таиланде на больший срок или переехать в Таиланд, я очень подробно рассказал в своем недавнем выпуске. Ссылка на него будет здесь. Граждане Грузии, Казахстана, Узбекистана могут прилетать в Таиланд, делая визу по прибытию, как и раньше, на 15 дней. Стоимость данной визы 2000 бат с человека. Продлить ее можно только на 7 дней за 1900 бат, после чего вы обязаны покинуть страну. Если вам надо больше, делайте заранее туристическую визу на 3 месяца или из ТВ на 9 месяцев. Для граждан Беларуси ничего не изменилось в визовом вопросе. Вы также, как и прежде, должны сделать туристическую визу на 3 месяца заранее, даже если срок поездки всего несколько дней. В рамках этого видео я не могу рассказать о визовой политике каждой страны, но никаких изменений за время ковида не было. Поэтому, если вы до ковида прилетали в Таиланд по штампу, или делали визу по прилете, или получали заранее туристическую визу, значит так все и осталось. Более точную информацию вы можете посмотреть на сайте посольства или консульства Таиланда в вашей стране. Часто меня спрашивают, можно ли приехать и на месте получить туристическую визу. Туристическую визу невозможно получить, находясь внутри страны. Второй частый вопрос. Раньше можно было выехать в другую страну и заехать вновь по штампу на 30 дней. Можно ли сейчас? Можно, но выезжая из Таиланда, вы обнуляете свой статус, и вам вновь нужно будет проходить все этапы въезда. Выехать из Таиланда теперь можно в любую из соседних стран, но прежде чем выезжать, изучите правила въезда. Третий популярный вопрос. Я слышал о визовой амнистии. Можно прилететь без визы и остаться на сколько угодно. Так ли это? Не совсем. Визовая амнистия была введена в прошлом году, когда началась история с ковидом. Для тех, кто застрял в Таиланде и не хотел или не мог вернуться домой, ввели так называемые ковидные штампы. То есть, когда у всех закончился срок штампа по прилету или визы, надо было прийти в иммигрейшн офис, заполнить анкету, приложить два фото, заплатить 1920 человека и получить штамп на 60 дней. По окончанию первой визовой амнистии ее продлили еще раз, потом еще и так уже два года. И 25 марта ее продлили вновь до 24 мая. Надеяться на ее продление в мае я бы не сильно советовал, учитывая, что Таиланд и соседние страны практически полностью сняли ковидные ограничения. Кто же может получить это продление? На данный момент продляют всем, вне зависимости от штампа и типа визы. Но правила могут измениться ближе к 20 числам мая. Через сколько дней после прилета можно получить ковидный штамп? Получить его можно спустя 15 дней после прилета. То есть, те, кто прилетает после 10 мая, вряд ли смогут получить ковидный штамп. Как сделать продление? В моем инстаграм и в телеграм я показал весь процесс получения ковидного штампа, который мы делали для Оли. Кстати, именно там я быстрее всего публикую самые последние и важные новости. Поэтому подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Как сейчас прилетают в россияне в Таиланд? Прямого авиасообщения между Россией и Таиландом сейчас нет. К сожалению, и особых разговоров о его возвращении тоже нет. Поэтому прилететь сейчас можно только с пересадкой в третьих странах. Самые популярные варианты – перелет авиакомпании Катар, Эмирейтс, Эдихат и Гульф Авиа. Цены на перелет Москва-Бангкок и обратно стоят от 500 долларов на человека. Конечно же, это не сильный удобный вариант для тех, кто живет в восточной части России. Но будем надеяться, что и этот вопрос тоже решится в ближайшее время. Как и сказал в самом начале, это последний выпуск из серии «Как приехать в Таиланд». И следующие выпуски будут уже не инструкциями о приезде в Таиланд, а о наших красотах и интересных местах. Кстати, я хочу напомнить, что на Самуи, в отличие от Пхукета и других регионов Таиланда, сейчас сезон только начинается. А июль и август – это вообще высокий сезон на Самуи. Поэтому, если вы только строите планы, куда поехать летом, присмотритесь к Самуи. Ну а мы поможем вам с подбором вилл и отелей. Прощаемся с вами, до новых выпусков, берегите себя и близких. Всем пока!